МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии Наталья Игнаценко. Глядите ух этим выпуском. Больше 800 звонков подчас промых телефонных линий. Как разглядаются огученные проблемы? Доведался Олег Синсеров. Час суда у больницы Сестринского догляда у везцы Огородня Добружского района побывали депутаты областного совета. У восьмерцы лепших гомельские команды ВРЗ и БЧ упевнено крочили у четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболе. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Национальная экономика и перспективы беларуско-российских относинов. Кировник державы провел на раду об социально-экономичном развитии краины. В 2019 году и подыходах до дальнейшего развития интеграционных направлений. Святы скончились. Зараз самый час интенсивно включаться в работу. Александр Лукашенко отзначил, что этот передвыборчий год будет нялегким. И спектр тем для разговора сегодня самый широкий. От выразного выполнения социально-ориентованного бюджета до активного делу в рамках объединения постсоветской просторы. Это предвыборный год. Это действительно так. То, что у нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. И мы знаем и умеем решать эти вопросы. Есть вопросы, связанные с нашим основным партнером Российской Федерации и Евразийским экономическим союзом в целом. Есть вопросы в нашем военно-политическом блоке, союзе, договоре о коллективной безопасности в этой организации. Я думаю, все эти вопросы мы обсудим. И поскольку здесь ключевые люди, которые принимают решения в стране, я также и проинформирую вас, и отвечу на некоторые вопросы, которые мне не удалось довести до вас после переговоров с президентом Российской Федерации. Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок. И главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений. По поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны. У экспертным пуле на Рады ключевые фигуры белорусско-российского переговорного процесса. От керавника у Рада, первых особь министерства и ведомства до посла нашей краины у Российской Федерации. Усеяны активные удельники марафону сустреч по линии офицейных Минской Москвы в другой полове 2018-го. Нагадаем, попередняя сустреча Александра Лукашенки и Владимира Путина отбылася напереды Дненового года, 29-го Снежня, где снова прогучала и выразная позиция белорусского боку. Треба створить ровные умовы для субъекта у господарения. Тады журадам двух краин было доручено подрихтовать решение по самых болючих пытаньях. Специальная рабочая группа уже формирует повестку и дае экспертную оценку. Эксперты по соответствующим направлениям сейчас формируют повестку будущих переговоров. Проводится анализ всей договорной базы союзного государства, Евразийского экономического союза, двусторонних форматов, которые у нас существуют по отдельным отраслям и ведомствам. Поэтому весь этот массив возможных проблемных вопросов к обсуждению сейчас формируется. И пока идет экспертная отработка. В целом же практически все проблемы двухбокового парадка закрыты, что не отменяя необходимости работы по самых видовочных пытаньях. Все они на поверхне и позначены у союзным договоры. Головные критерии выращения пытанья у социальной справедливости. С одного боку, держава не повинна нести страты от деяния податкового маневру. Али у той же час треба знайсти надеянные крыницы компенсации, які не повинны отбиться на жахарах краины. То, что мы сегодня теряем, Сергей Николаевич, с 1 января, исходя из налогового маневра в России и субсидирования, обратный акциз, субсидирование их НПЗ, а это уже неправильно, это противоречит всем договоренностям, мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту сказал, как бы это ни больно и ни прискорбно было, и повторяю это публично и довожу до вашего сведения, как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять. Ну, как мне вы докладываете, бюджет 2019 года сформирован с учетом налогового маневра в Российской Федерации. Вместе с тем, его действие не ограничивается одним годом, и мы должны иметь надежные источники, которые будут компенсировать эти негативные влияния, как я сказал, уже сегодня и на протяжении до 2025 года. Если мы вдруг не договоримся вот в этих группах об очевидном, как за счет чего будем возмещать потери для бюджета и наших НПЗ, это вопрос, который мы также сегодня должны обсудить. Но хочу предупредить о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Мы не такие богатые. Я также проводил президенту России, сопоставляя заработные оплаты, пенсии, пособия и так далее, и так далее. Наши с российскими. Мы не можем в союзе Беларуси и России ухудшать дальше положение белорусов. Еще раз подчеркиваю, мы и так живем значительно беднее, нежели наши старшие братья, наши союзники. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере, в этом, в будущем году, для этого вообще нет никаких проблем. Даже если бы мы ничего не компенсировали. Для страны заработать 400 миллионов долларов, по максимуму 400 миллионов, а может будет и меньше. Но это вообще не проблема. При такой экономике 400 миллионов – это не проблема. Так само сегодня Александр Лукашенко назвал размовы про объединение Беларуси и России неразумными и притягнутыми за вуши. Речи об таким развитии падей быть не может, запевнил керовник державы. Такой позиции притримливаются обо два лидеры – Беларуси и России. В минулом году за час проведения промых телефонных линий в областном выканавшем комитете отримали больше, как 800 звонков. На сегодняшний день 20% зворотов уже выращены становча. Частка находится на контроле. Как разглядываются огученные проблемы, высветлял Олег Синсерову. Промые телефонные линии в Беларуси проводятся с 2015 года. Каждую субботу с 9 до 12 годин на звонки отказываются керовники областного, областного, городского и всех районных выканавших комитетов. Головная мета – повышение эффективности работы со зворотами грамадян. Только у обл. выканками приняли 813 звонков. Это в среднем 16 зворотов за один прием. Еще больше насыщенными оказались прямые телефонные линии со старшиней областного выканавших комитета. По 27 потелефоновавших, больше трети этих зворотов уже выращены становча. Амаль у полови выпадков хапила просто отломочение. Остальные звонки взяты на контроль. Надо понимать, что невозможно все вопросы быстро решить так, как просят граждане. В основном это связано с тем, что требуется либо дополнительное финансирование, а если есть уже выделенные деньги, требуется время, чтобы выполнить определенные работы. То есть эти вопросы до окончания работ, таких как капремонт домов, ремонт дорог, ремонт школ, больниц, они остаются на контроле до полного завершения этих работ. Особливая увага со старелым и инвалидом приехать непосредственно на прием им просто складана, а звертаться по интернету шматка не можа. Промые телефонные линии мог чумысь не только звернуться до керониста региона, а и становча выращать иснующую проблему. Сегодня население в Вестке Прибор это больше 900 человек. Правда, практически каждый четвертый из их пенсионеров, первоважно больше этих людей, проживая в институт, в центре Вестки. Часто для их просто дойти до припынку складана, а чекать автобус под дождем и снегом еще тое в упробовании. После звонка на промую телефонную линию в старшине гомельского оборудования Молодимира Дворника два новые автобусные припынки у Вестки установили усяго за три дни. В уголе транспортные зносины помеж Прибором и Гомелем добрые, але и некаких хвилин очекания у несприяльных умовах не додавали ни настрою, ни здоровья. Теперь об этой проблеме можно забыть. От имени жителей старшего возраста деревни Прибор хочу поблагодарить руководство области, района за то, что нам сделали такие остановки. Значит, дождь, подходим, нету дождя, можем спокойно постоять, снег, то же самое. Так что очень благодарны мы. Вот такую поликлинику, это же отлично. Ни ветер не дует, ни снег, ни дождь не капает. И скамеечки. Спасибо, спасибо. Транспортная тема подчас промых телефонных линий в уголе огочивается часто. Люди просят и дороги отрамотовать, и новые автобусные маршруты организовать. У якости опушника прикладу становчика выращения огоченной проблемы приобщение автобусного руху у Накеронку-Гомель, поселок Червоный Маяк. С такой просьбой до старшине оборудования Владимира Дворника звернулся Жихарко-областного центра. Обрачатаго у Гомель Абл-Автотрансе пропорцевали пытания организации нового маршрута у Добрском районе и Жлобине. У гэтым райцентре жихарай одного из городских рабочих поселков доехать до працы, покой могут только на властном транспорте. Позволит разрушить центральную часть города Жлобина, спальный микрорайон, и свяжет жителей рабочего поселка с заводом непосредственно. Но, однако, в настоящий момент нет определенных дорожных условий, над которыми работают заинтересованные службы. И, как только они будут созданы, транспортные предприятия в нашей Жлобине «Автотранс» приступят к выполнению указанного рейса. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Цуду гэтые святочные дни повинен пройсти до кожныха. Доброчинных мероприемств подчас новогодних и колядных святов в регионе проводится по традиции вельми шмат. У многих из них примают удел представники духовенства и улады. На этот раз с веншаваннями и подарунками у больницы Сестринского догляду у везцы охородня Доброжского района побывали депутаты областного совета. Як пройшла акция «Свята на святке» у сюжете Марины Джалой. Побывать в Доброжском районе и не наведать святое место свято Иоанна Кармянске жаночный монастырь увезцы карма Нельга. Сюда за всюду едут паломники. Пришим не только из розных кутков Беларуси, а ли из Украины, России, Польши и инших краин. Верники поклоняются и молятся мощам святого праведного Иоанна Кармянского. Судом, яке отбывалясь с прихаджанами, лику нема. Люди свято верать у заступництва Иоанна Кармянского. Тут прошел молебен за здоровье, який провел архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан. Мы по жизни всегда имеем ряда таких людей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы никогда не должны отказывать в этой помощи настолько, сколько нам позволяет и наши финансы, и наши возможности все помогать. И материально, но и духовно. Духовно, чтобы поддержать человека. От свято Иоанна Кармянского Гожанодчика монастыра до больницы Сестринского догляда у Весца Городня у сего некольки километров. Тут гостей чекают 36 пациентов. Самому старейшему 94 годы, самому молодшему 47. 12 человек, прикованные до ложку. Да уже и за все тут живе Надежда Таранова, целых 14 годов. Кажет, что все тут подобается и персонал, и соседи, и догляд. Депутаты и улады Костяфан поприсутничали на концерте, який подрихтовал для гостей творчий коллектив «Сдобруша», а потом прошлися по палатах. Для кожного пациента знайшли словы «патрымки» и уручили подарунки. У больницу Сестринского догляду гости привезли не только солодки, а подшастунки. Але и вельми необходные тут предметы гигиены и бытовую химию. В эти светлые рождественские дни мы решили посетить одну из таких больниц, которая вот находится в Добрушском районе. Мы приехали не с пустыми руками, мы привезли подарки и средства гигиены для всех, кто находится в данном учреждении, чтобы таким образом хоть немножко скрасить пребывание в данном учреждении. Наша акция проводится совместно с епархией Гомельской области. У большинства пациентов есть дети. По мягчимости, они забирают своих батьков на выходные, альбоноват на лето. Але в последний час, не глядяши на усе намагания работников больницы, этим людям вельми потребна увага. Тому такие визиты это безумовно свято. Очень приятно, что представители власти не забывают наших ветеранов, пожилых людей, которые находятся в больницах Сестринского ухода, на койках Сестринского ухода. Для этих людей очень важно внимание. Они ждут, когда к ним приедут любые посетители, независимо от того, приедут с подарками, с поздравлениями, с концертами. Для них это общение, это то, что им очень нужно. Допомогать таким людям мкнуться и до брушани, школьники, творчие коллективы, священнослужители, частые гости больницы Сестринского догляду. Акции областного совета депутатов протягнутся, худко пошнется подрихтовка до мероприемств с нагодой Дня оборонца Радима. Депутаты с веншуваниями, подарунками наведуют ветеранов и участников Великой Айчиной войны. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Добрышского района. Творчий фестиваль «Креативная хваль» стартует на базе Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны 12-го студента. Проект объединяет творчих и креативных людей в опытных и начинающих специалистов у сферы малюнка, фотографии, декоративно-прикладной творчасти, рамесництва, музыки, поэзии и театра. Фестиваль станет пляцовкой, где створены умовы для открытого самовыявления и развития. Творчих гомельчан и гостей города запрашают на арт-падею, якая будет проходить у выставочной зале в университете по 18-й студене. Час працы с 10 до 17-й годин. Подличим птушек разом, что годовый зимовый перепис водоплавных пройдет у студене. Акцию организуя объединение охова птушек батьковщины. Такие улики проводят, ка бацанить, сколько птушек и яких видов зимуют в Беларуси. Это позволяет сплановать день не по их охове в Украине и на международном узроуне. Зимовый улик водоплавных птушек проводится у многих краинах и дает информацию про омаль 900 видов. До перепису можно долучиться на протягу у сего студеня. Самыми активными днями акции будут в 18, 19 и 20 числа. Для удела достаточно проехать до ближайшего водоема, подлечить, сколько птушек и яких видов там находятся. На сайте громадской организации размещена информация, как брать место и час для перепису и правильно заполнить анкету. Дослатья е у охову птушек батьковщины треба не позднее 9 лютого. У электронным выгляде на адрес инфо собака птушки кропка орх, удрукованым на адрес громадского объединения. Здесь нець подороже по магичной краине, якую заселяют шоколадные панды и пингвины. Убачить шоколадную эйфелеву вежу, обуток, оденье и множество потешных предметов пропонуют супрационники Гомельского Палацево-Паркового ансамбля. 19-го студеня тут открыется международная выстава «Мастатство шоколада». На створение экспозиции потребовалось больше, как 2 тонны у 7 любимого кондитерского выработки. Наведовальникам навод дозволить докрануться до многих экспонатов, а так само сгулять у шоколадные шашки. Гэты, а так само іншые новины вы можете знайсти на нашом сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд, а я с вами развитваюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Гомельские таможенники пресекли незаконный воз на территорию Беларуси более 100 тонн пшеницы и пшеничных отрубей. Три машины, груженные под карантинный продукции были остановлены вблизи российско-белорусской границы. Злаковые перевозились без фитосанитарных сертификатов, предусмотренных законодательством Евразийского экономического союза. Общая стоимость незаконно возимого товара составила более 30 тысяч белорусских рублей. По факту данного правонарушения Гомельская таможня проводит проверку, а в управлении ГАИ сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал пешеход. Госавтоинспекция ведет поиск очевидцев аварии, которая произошла в Гомеле 18 декабря прошлого года в районе остановки ООО Гомельский радиозавод. Около 8 утра водитель Форда Фокус, двигаясь по улице Объездная, сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Граждане, располагающие информацией от ДТП, могут обращаться по номерам, указанным на экране или по телефону 102. В продолжении выпуска оперативная информация от спасателей. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано три пожара. Не обошлось без жертв. Сегодня в 4 утра сотрудники Жлобинского районного подразделения выехали по сообщению о возгорании жилого дома в деревне Кабановка. По прибытию спасателей на место ЧП деревянная постройка горела открытым пламенем. Спасателями в ходе разборки строительных конструкций на кровати был обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения пенсионера. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий причины возникновения неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. В хойниках сотрудники милиции вытащили из горящего дома 33-летнего местного жителя. ЧП в райцентре случилось еще 3 января. На пожаре жилого дома тогда погиб пенсионер. Но в результате проверки выяснилось жертв могло быть больше. Сотрудники хойникского РОВД стали случайными свидетелями происшествия. Загорелся дом, в котором проживал поднадзорный местный житель, ранее судимый за хулиганство. Милиционеры как раз направлялись к нему с проверкой. Поднадзорный вновь показался в окне и уже было принято решение вместе с сотрудником напарником водителем. Подскочили они к окну и резко выдернули его наружу. Тем самым вытащили уже и дали возможность не сгореть, не погибнуть на пожаре. Таков обзор происшествий и криминальных новостей к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель отправился в Белфаст с 11 по 13 января в столице Северной Ирландии пройдет суперфинал континентального кубка. Соперниками Рысии будут хозяева льда хоккеисты Белфаст Джайнс, а также польский Котовец и казахстанский Орлан. 11 января Гомель играет с североирландской командой. Матч начнется в 22.00 по белорусскому времени. На следующий день подопечные Олега Хмыля встретятся с Орланом. Эта игра стартует в 18.00. Завершат турнир Рысии 13 января поединком против Котовицы. Начало в 16.00. Первые два матча в прямом эфире покажет телеканал Беларусь 5. Третий можно будет посмотреть в записи. В РЗ и БЧ уверенно шагнули в четвертьфинал Кубка Беларуси по мини-футболу. Вагоностроители крупно обыграли Бориса в 900 на его поле 7-1. БЧ принимал у себя Щучин. Перед этой встречей у железнодорожников была не лучшая кадровая ситуация. Травмы и дисквалификации основательно проредили ряды команды Дмитрия Камека. Так что практически весь поединок со Щучином хозяева отыграли в шесть полевых. Начали гомельчане бодро. На второй седьмой минутах Денис Колп и Денис Гуменюк создали гандикап в два мяча. А дальше у хозяев начались проблемы. Благо, что не в защите, а в нападении. Мяч упорно не летел в сетку гостевых ворот. Хотя соперник на своей половине позволял хозяевам многое. Обилие моментов превратить в забитые голы не удавалось. Они железнодорожникам были нужны, чтобы избежать нервной концовки. На еще одно взятие ворот подопечные Дмитрия Камека в этот вечер все же сподобились. Василий Жариков забил под занавес поединка. Протолкнув мяч в ворота Щучина и снял все вопросы о победителе. Есть плюс, что отыграли на ноль. Спасибо нашему голкиперу Юрию Крузину. И достаточно на неплохом таком нерве отыграли матч. Главное, прошли дальше. Дальше соперник серьезный, поэтому уже будет намного интереснее. В четвертьфинале у БЧ соперник более чем принципиальный. Столица в концовке первого круга чемпионата железнодорожникам удалось выбить минчан из квартета сильнейших. Так что в особой мотивации ни один из соперников не нуждается. Каждый будет что-то доказывать, но прежде всего все идут за кубком и мы не исключение. Двухматчевое противостояние начнется 13 января в Гомеле. Поединок в ответ пройдет в Минске с 17 января. К воскресному матчу БЧ рассчитывает подойти практически в оптимальном составе. Должен быть и Женя переметен, у него палец сломан, на руке, не на ноге. Какие-то медицинские ухищрения сделаем, да будет играть. Сергей Малышко после дисквалификации будет играть. Сегодня уже Вася Жариков играл, который пропустил месяца три, наверное. Гомельскому ВРЗ также нелегко придется в четвертьфинале. Турнирные пути на этой стадии свели вагоностроителей с Аршанским Витеном. Первая и третья команды нынешнего чемпионата начнут оспаривать путевку в полуфинал Кубка 13 января в Орше. В Гомеле сыграют 17 января. В состав оставшихся четвертьфинальных пар таков. Лицельмаш играет с Микошевичским гранитом. В столичном дерби встретятся охрана Динамо и территория. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Беларусь 4.